Здравствуйте, уважаемые телезрители! Рада вас приветствовать на телеканале Дунё Бу-Ляб. И в следующий час на связи с вами буду я, Замира Абдуразакова. Тема нашего эфира сегодня – повышение заработной платы, социальных пособий и пенсий в Узбекистане. 28 марта текущего года президент нашей страны Шабхат Мирамонович Мерзиёев подписал указ о повышении на 7% минимальных размеров заработной платы, пенсий и базовой расчетной величины. Социальные пособия и пенсии повышаются уже с 1 апреля, а зарплата работников бюджетных организаций и базовая расчетная величина – с 1 мая. Ну а подробнее о всех пунктах этого указа мы поговорим сегодня с нашими уважаемыми экспертами, которые уже находятся в этой студии, и я с удовольствием их вам сейчас представлю. Шахрух Ишанкулов – начальник отдела Департамента государственного бюджета Министерства финансов Республики Узбекистан. И Алишер Расулов – начальник отдела международных отношений и работы с запросами в небюджетного пенсионного фонда. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Алишер Ахтамович, первый вопрос к вам. С 1 апреля размер пенсии социальных пособий повысился в среднем на 7%. Давайте поговорим об этом подробнее. Какой на сегодняшний день минимальная пенсия при неполном стаже работы, например? С учетом указа президента Республики Узбекистан с 1 апреля повышаются все виды пенсии и пособий с учетом вот этих всех надбавок и с учетом базовой величины исчисления пенсии. Базовая величина исчисления пенсии на сегодняшний день составляет 347 тысяч, минимальная пенсия по возрасту составляет 677 тысяч. С учетом вот этих изменений пенсионным фондом уже 30 марта были перечитаны все размеры всех пенсий и пособий, уже составлены ведомости для оплаты. И с учетом порядка оплаты пенсии и пособий уже с сегодняшнего дня начнутся выгрузки пенсии и финансово-пенсионных выплат. То есть уже вот сейчас кто получает пенсию, они уже получат с повышением на 7%? Да, с 1 апреля уже они получат с повышением на 7%. Кто получает на пластик уже до 4 апреля, им будут уже загружены все средства на их пластик. А в наличные, кто получает пенсии в наличной форме, они уже в течение регламента, который определен с Народным банком, в течение оплаты с учетом их Махали будет оплачиваться пенсия. По графику, установленную с Махалинским комитетом. Спасибо большое. Шахрух Феррженович, президент подписал указ о повышении размера заработной платы. Согласно документу, с 1 мая текущего года размер заработной платы сотрудникам бюджетных организаций повышается тоже на 7%. Каким образом высчитывается процент повышения заработной платы? Спасибо за вопрос. Как мой коллега уже упомянул, с указом президента Республики Казахстан, минимальный размер оплаты труда увеличивается с 920 тысяч на 980 тысяч. Если математически посчитать, это округленно приходится на 7%. Размер в основном связывается с инфляцией, с прошедшей инфляцией. Если, допустим, в прошлом году в июне зарплата повысилась на 12%, а с июня до месяца мая наши эксперты рассчитывали уровень инфляции, это приходило к 7%, около 7%. Исходя из этого, было решено повысить на 7%. Али Шарахтамович, какой сейчас минимальный размер пенсии по инвалидности, в том числе пенсии по инвалидности при неполном стаже работы, размер пособия по инвалидности выплачивая нетрудоспособным гражданам и пособия лицам с инвалидностью с детства? Спасибо за вопрос. Размеры пенсии по инвалидности на сегодняшний день, в том числе при неполном стаже, составляют 747 тысяч сомов. А размеры пособия, всех видов пособия составляют 535 тысяч сомов. Если уже перейти на расчеты, то минимальный размер пенсии по инвалидности не должен быть меньше 747 тысяч сомов на сегодняшний день. — Спасибо большое. Шахрух, скажите, увеличение размера базовой расчетной величины автоматически переведет к увеличению сумм штрафов, налогов. Ведь расчет связан исходя из БРВ. — Да, вы правы. Все вот эти оплаты, штрафы, все основывается к какому-то размеру БРВ, базового размера величины. Но, кроме этого, есть еще расходы из бюджета, которые связаны с базовой расчетной величиной. Они тоже, соответственно, увеличиваются. Тут можно подумать по-другому. Бюджет берет на себя обязанность повышения зарплаты и пенсии, при этом ему надо финансировать эти расходы. Но, как было планировано в утвержденном бюджете на нынешний год, на 2023 год, сначала был предложен вариант увеличения заработной платы с октября. — Ну вот, глава нашего государства решил, что в 1 мая размер пенсии и с апреля зарплата повысит на 7%. Получается, вот мы посчитали, тут уже у нас нехватка бюджетных средств. Что означает? Получается, нам необходимо дополнительно найти средства, около 2,2 триллиона, чтобы покрыть эти расходы. Эти расходы в основном государство должно искать из своих источников. Это источники налоги, сборы и найти дополнительные источники доходов, кто не платит налоги, увеличить администрацию налогоблажения. Таким методом тоже мы разрабатывали вариант и предложили администрацию президента, с какими источниками мы будем покрывать эти расходы. И тогда было тоже предложено, что если увеличить базовый размер величины, 10% дополнительных расходов можно закрыть с этого источника. Но это получается, надо правильно понять. Чтобы расходовать больше 2 триллиона, бюджет требуется хотя бы увеличить свои потенциалы на собирание доходов. Если взять общий с указом, общий придется расход рассчитан на 8,1 триллиона. Это включая увеличение размера пенсии. Понятно, спасибо большое. Алишер Ахтамович, давайте поговорим о законе о государственном пенсионном обеспечении граждан. Какие были внесены в него изменения? Спасибо за вопрос. В первую очередь, пенсионное законодательство, мы, как уже отметили, в течение уже последних лет, очень вводится много изменений. Эти все изменения касаются размеров пенсии, чтобы увеличить размер пенсии, касающиеся в области размеров пенсии. И с учетом назначения государственной пенсии без требования каких-либо документов. То есть, в проактивной форме для назначения пенсии. Ну, в первую очередь, в прошлом году мы ввели изменения в законодательство. Пересчитывают размеры пенсии инвалидам первой и второй группы после назначения им пенсии по инвалидности. Если они имели какой-либо стаж после назначения пенсии по инвалидности, пересчитывают каждые два года один раз при стаже, не имея одного года. Следующее изменение – это увеличили для принятия исчисления пенсии среднемесячную зарплату. То есть, мы повысили планку с 10-кратного до 12-кратного базовой увеличения исчисления пенсии. Это тоже коснулось более 300 тысяч граждан, пенсионеров, увеличение размеров пенсии. Также увеличили период получения пенсии по случаю потери кормильца. То есть, если получатель потери кормильца учится, то мы его в период учебы до 23 лет будем выплачивать пенсию по случаю потери кормильца. Но по вышеуказанному постановлению, по указу президента, еще у нас увеличились размеры пособия по инвалидности до детей до 18 лет. То есть, размер их пособия составил 747 тысяч сомов. Надо еще отдельно отметить, что размеры пенсии по случаю потери кормильца тоже увеличиваются на сегодняшний день. Если раньше размер пенсии по случаю потери кормильца на одного издевенца составлял 50% минимальной пенсии для исчисления пенсии, то на сегодняшний день на одного издевенца составляет 535 тысяч с учетом указа президента. Размер пенсии будет рассчитываться по следующей схеме. Для одного издевенца мы даем 535 тысяч сумм. То есть, это минимальная сумма? Да, минимальная сумма. А на каждого следующего издевенца с учетом законодательства идет размер с учетом порядка установленного законодательства. Пособия тоже у нас ввели изменения. Размеры пособия тоже составят на одного издевенца 535 тысяч. А на каждого следующего издевенца по 189 тысяч будет добавляться. С учетом вот этих изменений в законодательстве был принят вот этот указ по повышению пенсии и пособий. Кроме этого, есть у нас категория лиц, которые были инвалидами в годы 1941-1945 годах. Размер их пенсии намного значительно выше на сегодняшний день. Она составляет 3 миллиона 296 тысяч сумм на сегодняшний день. То есть, туда кто может ходить? Это, в первую очередь, инвалиды войны, участники 1941-1945. Второй мировой войны. Это получатели, кто были репрессированы в период войны, вот в этих периодах. Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Вот этим категориям лиц размеры пенсии, минимальные размеры пенсии составили 3 миллиона 296 тысяч сумм. К сожалению, их с каждым годом остается все меньше и меньше. Да, к сожалению, все меньше и меньше. Но видите, какой размер большой, разница размера пенсии составляет намного больше, чем у других категорий лиц. Спасибо большое за подробный ответ. Шахрух, в этом году планируется еще одно повышение заработной платы бюджетникам, пенсии и пособий. Где-то ориентировочно к 1 сентябрю запланировано это. И порядка 10% ожидается повышение. Расскажите об этом подробнее. Спасибо, что упомянули этот разрабатываемый вариант. Как мы ранее поговорили о базовой расчетной величине, что тоже увеличился. Кажется, что для нашего народа это дополнительный расход. Но цель государства направлена на увеличение платежеспособности населения. Исходя из этого, вариант увеличения второго раза сейчас уже прорабатывается. Это к проценту 10%. Как вы отметили, это 1 сентября. С второго раза увеличения заработной платы мы можем совокупно сказать, что зарплата увеличивается в течение 2023 года общие 17,7%. Если смотреть базовую расчетную величину, оно увеличивается в процентах 10, но на самом деле зарплата увеличивается на 17,7%. То есть даже больше, чем 17% получается. И еще один момент хотел упомянуть. Годовую инфляцию было прогнозировано около 10%. Точно это 9,5%, но ожидается около 10%. Но это и можем видеть больше, чем инфляция, который, естественно и реально помогает увеличить платежеспособность нашей населения. Спасибо большое, Шахрук. Алишер Ахтамович, расскажите о необходимой основе для разработки постановления Кабинета министров Республики Узбекистан номер 592 и его общее описание правового регулирования. Спасибо за вопрос. 592-е постановление вышло 13 октября 2022 года. Основные функции – это совершенствование нормативной правовой базы с учетом тех законов, которые были приняты. Эти все законодательные акты, которые были приняты, они все отражены в этом 592-м постановлении. На сегодняшний день по 592-му постановлению еще вводится новшество изменений. То есть мы совершенствуем нормативно-правовую базу. То есть пенсионного фонда будет один единственный документ, с которым мы будем работать в области пенсионного обеспечения. То есть мы модернизируем. У нас около 10 нормативных актов, которые работают у нас в нижнем уровне пенсионного фонда. Вот эти все нормативные акты мы совершенствуем. И будет один единственный документ, который урегулирует данные правовые отношения в области пенсионного обеспечения. Кроме этого, как мой коллега сказал уже, что разрабатывается повышение пенсии с сентября 2023 года. По этому поводу я хотел сообщить, что пенсионным фондом уже разрабатывается законодательство, что размеры пенсии не могут быть ниже, увеличены, ни ниже инфляции за предыдущий год. С учетом, как мой коллега уже сказал, инфляция у нас около 10%, а размеры пенсии уже в этом году намечаются увеличить почти на 17%. Вот это тоже мы предусмотрели в данном законодательстве. То есть с учетом изменений в этом году, допустим, какое изменение будет или уровень инфляции, с учетом этого будут пересмотрены все размеры пенсии и пособий. Спасибо большое. Шахрук, государство повышает нам заработные платы, пенсии, пособия, но вместе с тем очень часто параллельно дорожают какие-то продовольственные товары. Не все, но какая-то часть. Скажите, это как-то связано между собой? Спасибо за интересный вопрос. В первую очередь они не связаны. Если посмотреть рыночные правила, то есть там можно определить всякие факторы, которые заставят увеличить цены на товары. Это может быть импортные. И вот в глобальном уровне мы видим, что происходит в геополитическом уровне. Те факторы намного влияют на цены. Увеличение заработной платы теоретически можно объяснить, как в экономическом теории есть ожидание инфляции. Вот исходя из ожидания, что, например, допустим, ваша зарплата будет повышаться, и вы будете более платежеспособны. И вы можете покупать много чем раньше. Со стороны продавца они тоже стараются реализовать больше товаров. В такие случаи все, если в одно время начинает этот процесс, то у всех ожидается, что цены будут расти. А со стороны продавца он же в одно время потребитель, и он тоже думает, что цены будут расти. И он тоже старается продать свой товар чуть завышенным ценам. Спасибо большое. Алишер Ахтамович, какой заработок учитывается для начисления пенсии и минимальный размер заработной платы, учитываемый при начислении пенсии? Что изменилось с января 2023 года? С января 2023 года расчеты пенсии изменились в области определения среднемесячной заработной платы. Если ранее среднемесячная заработная плата для исчисления пенсии бралась в 10-кратное базовое исчисление размера пенсии, это составляло 3 миллиона 240 тысяч, то с 1 января данный размер был увеличен на 12 раза, на 12 раза, и составил 3 миллиона 880 тысяч. И с учетом вот этой заработной платы были пересчитаны размеры пенсии. Некоторые граждане, они могут нам задавать вопросы, и у нас очень много таких вопросов. Вот я получаю 5 миллионов заработную плату, почему у меня ограничивают этот среднемесячный заработок? С учетом вот этого законодательства, то есть учетом всех изменений, которые были введены, если посмотреть в историю, вот изменения этого среднемесячного заработка, то первоначально она составляла 7-кратный размер минимальной заработной платы на то время, из 7-кратного мы переделали 8-кратную, из 8-кратной 10-кратную, и на сегодняшний год мы перевели на 12-кратную. На этом пенсионный фонд не будет останавливаться, с учетом вот изменений в законодательстве, то есть, как высший коллега сказал, с учетом инфляции и много других факторов, которые влияют на это, мы будем увеличивать этот минимальный предел. То есть у нас, как бы сказать, социально справедливое равенство, чтобы размеры пенсии резко не поднимались. Вот, допустим, какой-то гражданин у нас получает, допустим, 30 миллионов сумм, если мы будем с учетом его заработка считать, у него размер пенсии может составить где-то около 20 миллионов. Но кому-то это будет хорошо, а кому-то плохо. Для определения среднестатистической мы постепенно будем увеличить вот этот средний размер заработной платы, который учитывается при начисление пенсии. Вот, как я ранее уже отметил, размеры пенсии на сегодняшний день были пересчитаны уже с 1 апреля. До этого, если в историю обратиться, то пенсионный фонд при увеличении размеров пенсии, если до 2010 года, если будем рассматривать, самое малое, мы на это тратили время около 10-15 дней. На расчеты вот эти все, то есть мы вручную считали все эти, специалисты у нас вручную считали. Но с учетом сегодняшнего дня автоматизации нашей пенсионной программы, у нас на это уходит один день времени. То есть перерасчет пенсии происходит автоматически? Да, вот если даже указ у нас завтра выйдет, то мы на следующий день уже будем пересчитывать, будут пересчитаны все пенсионные дела. И с учетом этих изменений уже будут оставляться ведомости. И с учетом вот этих всех, у кого на пластик, допустим, пенсионные, они в первую очередь, у них будет загрузка пенсионных. То есть финансирование тоже у нас своевременно на сегодняшний день. Вот с сегодняшнего дня у нас уже начинается финансирование пенсионных средств. Это, наверное, у каждого зрителя сейчас вопрос. Когда у меня на пластик попадет повышенная пенсия? На сегодняшний день по регламенту мы до четвертого числа каждого месяца должны финансировать пенсии на пластиковую карточку. А остальные уже, которые получают налички, с учетом графика выдачи пенсии Народным банком. Вот эти все нюансы были учтены с учетом вот этих законодательств. То есть уже тысячи пенсионеров получили повышенную пенсию, да? Да, кроме этого, да, я еще дополнительно хочу сообщить, в день, когда мы пересчитываем размеры пенсии, у нас есть СМС-сообщение. То есть уже гражданин на следующий день утром уже получает СМС-обовещение о том, что с 1 апреля его размер пенсии составил, допустим, 1 300 000. То есть сумма называется? Да, обязательно. Это делается для того, чтобы никаких вопросов не возникало, и граждане своевременно оповещали о своем размере пенсии. То есть каждое изменение размера пенсии у нас оповещается гражданин, который получает пенсию. Спасибо большое. Шахрух, вот как раз только недавно Алишер Ахтамович рассказывал, что рост пенсии и пособий в этом году будет гораздо выше прогнозируемой инфляции, то есть 10%. Ну, соответственно, и также рост заработной платы тоже, да, получается, выше прогнозируемой инфляции. Давайте, чтобы... Очень хотелось, чтобы вы прокомментировали это именно как финансист. Это можно анализировать, исходя из среднемесячной зарплаты. Вот если возьмем все, которые работают в бюджетных организациях, в прошлом году среднемесячная зарплата составила около... больше, чем 3 миллиона. Ну, как мы считаем это 3 миллиона, чтобы было понятно для зрителям? По каждому сектору у нас работают, ну, работники бюджетных средств, бюджетных организаций, в каком-то секторе больше, в каком-то меньше. Вот средняя зарплата по сектору сначала определяется, потом общая зарплата средняя по всем отраслям определяется. Это, как я сказал, получается больше, чем 3 миллиона. Теперь, если вот с 1 мая зарплата повышится на 7 процентов, и еще, если вариант будет одобрен, который с 1 сентября повысится еще на 10 процентов, то получается у всех работников бюджетных организаций среднемесячная зарплата повышается с 3 миллиона почти на 3 миллиона 200. Это кажется как мало. Но давайте посмотрим с математической точки зрения. Если в прямую умножить 3 миллиона на 7 процентов и 10 процентов, это доходит до 3 миллиона 500 с чем-то. Но, как я сказал, по каждому сектору средняя зарплата разная. У кого-то меньше, у кого-то больше. Вот большое количество работников, кто работает, меньше, чем 3 миллиона. Если их размер больше, количество больше, то средняя месячная зарплата доходит до 3 миллиона 200. Около. Но это, если взять общую республику, надо, наверное, проверить сайты статистики. Там можно подробно узнать по общей республике. Спасибо большое. Алишер Ахтамович, с 1 января 2024 года продлевается срок выплаты пенсии, начисленный пенсионеру, но своевременно не полученный с 12 месяцев по 24 месяца. Расскажите об этом подробнее. Спасибо за вопрос. Данный законопроект сейчас в данное время разрабатывается пенсионным фондом. Если, например, сказать, если гражданин, получающий пенсию в республике Узбекистан, по каким-то причинам выехал за рубеж в гости к родственникам и по какой-то причине там остался более чем 12 месяцев, то при переезде в республику Узбекистан, после его обращения, данная пенсия восстанавливалась не более чем за 12 месяцев. То есть, если гражданин, допустим, был полтора года или два года, то мы выплачивали пенсию не более за 12 месяцев перед обращением за назначением пенсии. А теперь с 1 января будет внесено изменение, то есть это не с 12 месяцев будет, а уже с 24 месяцев будем выплачивать размер его пенсии. То есть мы будем возвращаться на два года ранее. Если он не получал, допустим, в течение двух лет, он спокойно может приехать вот эти два года, получить размер пенсии с учетом повышения размеров пенсии в течение этих двух лет. Мы это тоже предусмотрели, что действительно размеры пенсии, которые он получал два года тому назад, мы не будем выплачивать его за весь период, а с учетом увеличения размеров пенсии, с учетом указов президента республики Узбекистан. А вот вы сейчас перешли в другой отдел, в международный отдел. Расскажите подробнее, чем ваш отдел занимается, потому что я уверена, что многих телезрителей интересует именно деятельность вашего отдела, потому что очень много людей, которые уехали, которые проработали всю свою жизнь в Узбекистане, но уехали на ПМЖ. Да. Ну, в данное время наш отдел будет конкретно заниматься запросами, письменными запросами. В основном письменные запросы у нас приходят со стран СНГ. Те граждане, которые уехали у нас на какое-то постоянное место жительства, другие государства, по законодательству этих государств им будет назначаться пенсия, с учетом соглашения, которое принято в 92-м году. С учетом этих соглашений мы обязаны предоставлять им документы о назначении пенсии. То есть мы должны им подтвердить их стаж работы, заработную плату и все те документы, которые влияют на размер пенсии. То есть у нас в основном сейчас запросы идут о подтверждении стажа, о заработной плате, подтверждение льготного стажа, получал ли гражданин пенсию в Республике Узбекистан. В основном у нас вот такие запросы, которые влияют на право гражданина в другом государстве на размер пенсии. Мы тоже сами пенсионным фондом тоже запрашиваем такие же данные при переезде гражданина в Республике Узбекистан. То есть все эти запросы происходят онлайн, для этого совершенно не нужно приезжать сюда? Нет, не обязательно приезжать, есть онлайн, у нас электронная почта есть, по электронной почте мы тоже получаем запросы. В основном эти пенсионные запросы приходят по почте в данное время. Спасибо большое. Шахрух, давайте поговорим о государственном бюджете Республике Узбекистан на 2023 год. Согласно прогнозам, каковы будут расходы государственного бюджета в этом году? Спасибо еще раз за вопрос. Как было утверждено в бюджетном законе, общий размер государственного бюджета составит 257,7 трлн сумм. Меняется ли этот размер? По прогнозу, да. Только что мы разговаривали о повышении зарплаты, и у нас приходятся дополнительные расходы, чтобы покрыть и своевременно финансировать повышенные зарплаты. И второй момент, все мы в курсе насчет административных реформ. Исходя из административной реформы, у нас есть новые министерства и ведомства, которые организованы заново на основе указа президента. И вокруг 257,7 трлн, который был утвержден, эти расходы сейчас пересматриваются. Получается, тут не будет как-то дополнительный расход, исходя из административной реформы. Тут может быть экономия, потому что сколько штатных мест было сокращено. Но это будет перенаправлено в необходимых направлениях. Вот, например, в своем обращении наша глава государства Коали Майджису, он сказал, что мы в 2023 году должны обеспечить бесплатное питание в школах. До сегодняшнего дня эта практика есть у нас только в области Хорезм и Республики Кыркопакстан. Получается, мы должны эту практику принять по всей республике, по всем областям, по всем районам. На эти расходы нам необходимо ассигновать ресурсы. Вот как мы сейчас пересматриваем все расходы по новым министерствам, там будет некоторая экономия, и эта же сумма перенаправится на те цели. Понятно, спасибо большое. Мы подробнее еще об этом поговорим. Алишер Ахтамович, давайте поговорим о том, насколько существует такая проактивная услуга при назначении пособия. Какие виды пособия могут назначаться? Да, на сегодняшний день пенсионным фондом, вот буквально неделю тому назад вышло постановление Кабинета министров. В этом постановлении предусмотрено назначение пособий в проактивной форме. То есть у нас есть пособия до 18 лет инвалидам с детства и пособия по уходу за этими же инвалидами, они назначаются в проактивной форме. То есть что это означает проактивная форма? То есть без обращения этих лиц в пенсионный фонд будет им назначено это пособие. Сам процесс как будет происходить? То есть этот гражданин будет обращаться в социальную трудовую экспертную комиссию с учетом вынесенных решений, то есть он является ли инвалидом с детства или является опекуном этого ухаживания инвалида с детства, с учетом вот этих данных, которые будут получены через информационную систему пенсионного фонда, будет назначено пособие. Кроме этого у нас остальные все пособия будут назначаться только с одним паспортом в обращение в государственную услугу, если будут они обращаться напрямую в государственную агентство, в государственную услугу. Понятно, спасибо большое. Шахрух, согласно прогнозам, какой будет темп роста валового внутреннего продукта и индекс потребительских цен? Спасибо еще раз по вопросу. Эти росты ВВП, валового внутреннего продукта и рост инфляции, то, что и индекс потребительских цен, сейчас на основе утвержденного закона у нас ожидается 5,3% роста валового внутреннего продукта и 9,5-10% инфляции. Это среднегодовой. То, что было на первом квартале, как раз мы на сегодняшний день вместе с нашими сотрудниками пересчитываем все на основе что в экономике, что менялось. Дополнительная информация в текущем месяце будет оповещаться в нашем официальном сайте министерства. Спасибо большое. Алишер Ахтамович, вот сейчас народ интересуется, какие документы все-таки нужны для назначения пенсии по возрасту. Действительно ли можно прийти просто с одним паспортом? Да, конечно. Вот с января 2023 года у нас ведется практика в пенсионном фонде назначение пенсии только с одним паспортом. То есть обращающийся гражданин может обратиться только с одним паспортом, предоставив его в пенсионный фонд. Дальше действия пенсионного фонда таковы. После регистрации его заявления в системе пенсионного фонда обменивается информация с более чем с 13 ведомствами и министерством, в том числе с министерством, которое занимается непосредственно обработкой стажа. То есть единая система труда. С учетом вот этих данных, которые вводятся в единую систему труда, в межкомплексную программу, с учетом этих данных будет назначаться пенсия по возрасту. То есть в этой системе мы будем не только брать стаж и заработок, но и заработную плату, которая предоставляется из других министерств. Допустим, министерство, которое предоставляет эти данные, будет отправляться через информационную систему. Эти все данные будут подтверждаться в пенсионном фонде и с учетом этих данных будет назначаться пенсия. А заработок будет учитываться с учетом данных налогового комитета, который с 2016 года ведется эти данные. До 2016, с 2005 по 2016 год, это в Народном банке у нас отчисления в НПС идут. С учетом этих данных мы будем брать заработную плату. У нас есть некоторые случаи, конечно, не все данные у нас подтверждаются в электронной системе. Мы это тоже предусмотрели и дали возможность этому гражданину предоставить дополнительные документы письменной или в электронной форме. Спасибо большое. Шахров, около 50% средств государственного бюджета было направлено на социальную сферу. Расскажите еще, на какие сферы было направлено средства бюджета на 2023 год? Да, вы правы. Почти половина направляется на социальную сферу. Остальная часть, у меня как раз есть цифры тут. Я могу объяснить, что у нас есть еще, если говорить сразу в цифрах, больше чем 22 триллиона сумм направляется в сфере экономики. Что означает сфера экономики? Это у нас есть водное хозяйство, сельское хозяйство, текущее содержание наших дорог входит в сектор экономики и, конечно же, благоустройство. Кроме этого, есть еще и расходы на поддержку поставки газа. Это что означает? У нас фиксированы тарифы по газу и мы у себя вырабатываем и импортируем газ по рыночной цене. Определяется разница между ценами. Чтобы обеспечить, с одной стороны, обеспечить своевременный газ и, со второй стороны, обеспечить это по низким ценам, из бюджета направляется на эти цели больше чем 14 триллионов сумм. Кроме этого, есть еще и направление благоустройства махалей, около 4 миллиона. Есть еще и централизированные инвестиционные проекты, строительство школ, строительство новых дорог. На эти цели направляется больше 15 триллионов сумм. Есть еще и интересное направление для всех жителей именно на сегодняшние дни. Инициативное бюджетирование. На эти цели направляется 8 триллионов сумм. Если смотреть в прошлый год, было больше чем 2 триллиона. А в этот раз увеличивается почти на 4 раза. Спасибо большое за подробное разъяснение. Кстати, про бюджет мы все-таки еще поговорим подробнее с вами. Алишер Ахтамович, что необходимо делать, если отсутствуют документы, подтверждающие трудовой стаж? В первую очередь, подтверждение трудового стажа является подтверждением трудового стажа для гражданина является его трудовая книжка. На сегодняшний день трудовая книжка у нас ведется на бумажной форме и в электронной форме с 2020 года. Если есть все данные в электронной форме, то необязательно предоставлять бумажной форме трудовую книжку. Мы с этой информационной системой уже, у нас есть взаимодействие, мы получаем эти данные. Если есть бумажная форма, можно дополнительно будет предоставить дополнительную бумажную форму. Но у нас, к сожалению, есть такие случаи. Буквально сегодня у нас пришел запрос, что гражданин работал до, допустим, 2001 года. Он сам даже не знает, он потерял трудовую книжку и не помнит, где он работал. Не помнит. Да, и не помнит, где он работал. Мы в таких случаях рекомендуем этим гражданам обратиться в государственные архивы. То есть он пишет периоды, в каких периодах и примерно в каких организациях он работал. С учетом его заявления уже архивными учреждениями будут уже его данные. Найдут просто все места, где он работал. Да, найдут. Если в этом случае, если даже не найдется его данные о трудовом стаже, то уже в последнюю очередь надо будет ему обратиться в судебные органы с учетом вот этих свидетельских показаний. Он предоставит свидетелей в судебные органы. С учетом вот этих свидетельских показаний ему будет вынесено решение об учете этого периода стажа работы. То есть, в принципе, это возможно все издание? Да, это возможно. Но главное, вот некоторые у нас люди, они тщательно относятся к этим своим документам. Да, нужно документы такие беречь, конечно. Да, беречь нужно. А некоторые у нас есть такие, к сожалению, случаи, что да, действительно, люди теряют по какой-то причине или у них документы сгораются. Вообще-то в законодательстве предусмотрено это. Если по каким-то случаям, техногенным ситуациям или авариям, если документы о трудовом стаже, о заработке, они были уничтожены по каким-то критериям, то в данном случае на предприятии составляется комиссия. Вот эта комиссия восстанавливает эти документы с учетом вот этих данных, которые говорят граждане. Но в самую последнюю очередь, это, наверное, обратиться нужно будет в суд. Спасибо большое. Шахрух, в феврале стартовал новый сезон инициативного бюджета. Давайте расскажем, как он проходит. Можем сначала объяснить нашим зрителям, что вранье мы упомянули, что на этой цели планировано направить 8 триллионов сумм. Из чего это состоит? Вся ли сумма относится к инициативному бюджетированию или что-то есть еще в составе? Так, получается 7,3 миллиона, точнее 3,7 триллиона из 8, это чисто инициативное бюджетирование, которое накапливается с 5% учрежденных районов, городских бюджетов и дополнительных источников районов и областных бюджетов. А потом идет и программа «Обот кишлога» и «Обот махаля». Под этим проектом планировано направить 4 триллиона сумм. Почему это включено в инициативное бюджетирование? Потому что с этого года все средства будут использоваться в основе голосования, в основе проекта инициативного бюджетирования. Поэтому они включены на эти цели. Кроме этого, есть еще и проект «Моя дорога», на которую направлено больше чем 320 миллиардов сумм. Это тоже будет проводиться на основе голосования и предоставление инициативы со стороны наших граждан. Теперь, начиная с февраля, с начала первого сезона нынешнего года, поступило почти 56 тысяч инициативы со стороны наших граждан. От этого пользуются… Есть у нас три этапа. Вот начало и в середине этап модерации, а потом уже голосование. Этап модерации, тут работает комиссия, они смотрят по каждым проектам, по каждой инициативе, которые соответствуют ли критериям инициативного бюджетирования, после сортировки разрешают пройти на голосование. После модерации у нас остается больше 33 тысячи проектов. И в основном это строительство и ремонт дорог в наших местах, в местных, сельских местностях и по всей республике. Теперь, у меня есть еще информация на сегодняшний день. Это получается, из 10 тысяч махалей активно участвует почти 8,7 тысяч, почти 90% наших махалей по всей республике, они активно участвуют в этом проекте. Они предложили свои инициативы и сейчас набирают голоса. Если посмотреть все голосы, это уже 13,8 тысяч голосов. Это можно сказать и не тысячи, а миллионов, извиняюсь. 13,8 миллионов. В этом первое место идет Ферганская долина. Они набрали уже 1,8 миллиона голосов. Во второй уровень идет область Кашкадаря, кто активно участвует в этом процессе. Спасибо большое. На самом деле время нашей программы подошло к концу. И единственное, что бы я хотела еще раз напомнить нашим телезрителям, что размеры заработной платы, пенсии и пособий в Узбекистане в 2023 году планируется увеличить еще раз. Второе повышение ожидается к 1 сентябрю текущего года. Зарплаты сотрудников бюджетных организаций, пенсии и социальные пособия должны вырасти еще на 10%. Это замечательное событие. И надеюсь, что в его преддверии мы еще раз встретимся с этими замечательными экспертами, чьи имена я хочу назвать еще раз. Итак, у нас в гостях были Шахрух и Шанкулов, начальник отдела Департамента государственного бюджета Министерства финансов Республики Узбекистан. И Алишер Расулов, начальник отдела международных отношений и работы с запросами вне бюджетного пенсионного фонда. Что ж, большое спасибо, что нашли время и приехали к нам сегодня в студию. Уважаемые телезрители, на этом наша программа подошла к концу. Мы желаем хорошего настроения, отличного дня. Берегите себя и до новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok